В программе нашего вебинара сегодня у нас будет такой кратенький план, да. Это первое, что мы будем делать, ну собственно расскажем, что такое адресный склад, в принципе, что такое адресное склонение, хранение, извиняюсь. Напишем в структуру наших товаров, в структуру упаковок создадим, присвоим им складские группы номенклатуры и складские группы упаковок. Далее произведем настройки для самого склада и для адресного хранения. Рассматривать будем на примере трех помещений, то есть там, где применяется адресное склонение хранения, собственно говоря, для хранения самого товара в ячейках и для справочного хранения, либо, в принципе, если оно не используется. Такие три помещения будем задавать. Для каждого помещения пропишем правила размещения товаров, об этом расскажу подробнее. Правила размещения прописываются там, где конкретно используется именно хранение в разрезе ячеек. Далее проведем сквозной пример по приемке товаров на склад с адресным хранением в виде справочного и в виде реального хранения. И сделаем отгрузку тоже сквозным примером, как выглядит это при справочном использовании адресного хранения и при остатках, при хранении именно в разрезе складских ячеек. Ну, во-первых, что такое адресное хранение? Это способ организации склада, в принципе, размещения товара в нем. То есть при адресном хранении каждому товару, каждому и каждой ячейке присылается свой адрес, то есть индивидуальный номер. У склада должна быть своя топология, свои, соответственно, наименования ячеек. Для каждой ячейки задается правило размещения, правило отбора ячеек. Ну и для того, чтобы программа понимала, куда и нужно будет размещать товар и откуда нужно будет отбирать товар в складских операциях, нужно будет задавать определенные параметры. В программе управления торговлей, прежде всего, требование-то основное, что склад, если он адресный, он по-любому будет ордерный, то есть здесь будет идти разделение документов финансовых и складских документов. Финансовые документы будут у нас увеличивать или уменьшать, соответственно, наши взаиморасчеты с поставщиками, либо с клиентами, а складские документы, то есть сами расходные и приходные ордера, будут делать именно физическое перемещение товаров по складу, то есть здесь уже идет разделение таких потоков. Плюс обязательно для адресного хранения должен вестись учет в упаковках, то есть для всех товаров, которые ведутся не в килограммах, не в метрах, не в метрах квадратных, не метрах кубических, нужно будет задавать свою структуру упаковок. Для упаковок нужно будет задавать, соответственно, их размеры, их весогабаритные свойства и указывать программе конкретно какие параметры она будет контролировать при размещении этих ячеек, то есть насколько жестко мы будем задавать правила размещения для реального учета. Мы, соответственно, будем учитывать реальные размеры упаковок, реальные весогабаритные характеристики. Все это указывается в структуре склада и далее покажу в программе уже, соответственно, как это будет выглядеть. Если нужно убирать, допустим, какие-то определенные жесткие требования по контролю весогабаритных характеристик, в программе есть такие функции, как безразмерные ячейки, то есть, в принципе, как бы можно, конечно, складывать в нее безразмерно сколько хочешь, но в жизни, так как мы отражаем все-таки реальные бизнес-процессы, как бы это не очень актуально, но, в принципе, такая ситуация вполне возможна. Едем дальше. Какие могут быть настройки, да, прежде всего? Ну, во-первых, есть общие настройки, в принципе, для склада. Это у нас находится в разделе НСИ «Администрирование», «Настройка разделов», «Склад и доставка». Если переключиться в программу, это у нас вот здесь вот настройка НСИ и разделов НСИ, это нормативно-справочная информация, «Склад и доставка». Прежде всего, на что обращать внимание, это вот эта настройка, то есть, порядок оформления накладных расходных ордеров. Сначала идут либо заказы, затем ордера и накладные, либо сначала идут заказы и накладные, затем ордера. Но это порядок создания документа. В принципе, мы на нем сильно заостряться не будем. Это при использовании заказов особенно. Смысл в чем? То есть, сначала оформляется приходный или расходный ордер, а потом уже финансовым документом реализации или поступления, либо наоборот. Ну и плюс еще важный параметр, кем формируется расходный ордер. То есть, можно поставить, чтобы он формировался автоматически, как только появляется распоряжение на формирование ордера. В распоряжении может быть заказ, может быть финансовый документ, сам реализация или поступление. И кем формируется? Кладовщиком или менеджером. Далее. Следующая настройка, которая нам понадобится, это настройки именно самой номенклатуры. То есть, в разрезе чего мы будем ввести нашу номенклатуру. Ну, как бы я не буду углубляться во все возможные параметры создания номенклатур, серийный учет, сильно там в характеристике углубляться, там партийность, фифо и так далее. Я не буду. Но в целом, по нескольким моментам мы пробежим. То есть, например, мы будем использовать такие вот параметры, как многооборотная тара, предлагать дополнить документы многооборотной тарой, так как тара это у нас отдельный тип номенклатуры. В принципе, у него есть свои особенности учета, и в принципе, в адресном хранении они тоже учитываются. Ну и вкратце пробежимся по характеристикам номенклатуры. Но главное, на что нам стоит обратить, это то, что у нас здесь должно быть включено именно использование упаковок номенклатуры, потому что без упаковок номенклатуры программа не поймет, по какому правилу и куда размещать товар. То есть, по сути, он будет без упаковки, а, соответственно, у него не будет своих каких-то весогабаритных характеристик, и поэтому нельзя будет проконтролировать, поместится этот товар вообще в ячейку или нет, и можно его туда класть или нет. Далее нам понадобится еще раздел NSE администрирования, классификаторы, номенклатуры. Перейду в программу. Вот здесь вот находится у нас NSE администрирование, классификаторы, номенклатуры. Здесь на что будет прежде всего интересовать? Ну, для начала, конечно, естественно, заведение карточек номенклатуры начинается с видов номенклатуры. В видах номенклатуры мы будем задавать свою структуру, то есть, допустим, я вот здесь создам сейчас папочку, где мы будем наши все виды номенклатуры создавать. Далее покажу немножко подробнее, то есть, смысл в чем. То есть, если у товара имеются какие-то определенные особенности самой этой карточки номенклатуры, как я говорила, это учет по характеристикам, учет по сериям, какие-то дополнительные реквизиты, допустим, либо серии, либо характеристик, либо какие-то значения по умолчанию, там, артикулы и так далее. Все это, если имеет какие-то общие моменты, которые можно задавать не в каждой номенклатуре, каждый раз натыкивая, а именно задать общую какую-то политику, то есть, смысл выделить это в отдельный вид номенклатуры. Плюс, соответственно, классический справочник – это единицы измерения, в которые можно добавлять единицы измерения из классификатора, либо использовать какие-то, которые уже у нас там есть. Вот, тоже далее покажу в примере, пока просто обозначу, что оно такое есть. Далее нам понадобятся наборы упаковок, то есть, это какие-то общие наборы упаковок имеются в виду. Ну, допустим, вот мы будем использовать такой общий набор, как вот упаковки обуви, то есть, ну, обувь, тут как бы велосипед, ничего не изобретешь, да, вот она лежит, пара обуви в коробке, и, в принципе, как бы это нас устраивает. Это такой набор упаковок мы и будем использовать. Если его открыть на структуру, то здесь у нас есть две вкладки, это основное, и упаковки в упаковках. Вот здесь вот описывается именно структура самого набора упаковок, то есть, что из чего состоит. В данном случае у нас получается, что у нас есть пара, да, и, соответственно, в упаковке, допустим, у нас там 10 пар лежит. Ну, вот такой вариант упаковок возможен. Далее. Нам что понадобится еще? Нам понадобятся складские группы номенклатуры и складские группы упаковок. По поводу складских групп номенклатуры и складских групп упаковок. Складские группы номенклатуры – это значит, ну, это такой некий признак по объединению номенклатуры по условиям хранения и размещения на складе. То есть, если мы, допустим, торгуем, ну, таким вот разным товаром, мы не можем, например, хранить продукты вместе там с теми же, там, не знаю, рулонами, палетами и так далее. Ну, то есть, говоря простым языком, ухи и котлеты должны хранить отдельно друг от друга. То же самое касается и складских групп упаковок. В принципе, тут тоже, как бы, это идет группировка такая своего рода упаковок по принципу складской обработки либо складского размещения на складе. То есть, ну, например, если мы будем заводить в качестве примера гидрализационные материалы, да, у нас будет такая упаковка, как палетов, которая будет, допустим, 10 рулонов, но в целом мы можем размещать, вот, палеты и рулоны в одну и ту же ячейку. То есть, нам не нужно, допустим, хранить их отдельно друг от друга по любому, по каким-то условиям. Там все нормально, можно их объединить в одну общую складскую группу. Вот. А если, допустим, у нас есть такие упаковки, как коробки, то есть, ну, коробки, допустим, автопогрузчик не будет возить, да, соответственно, у него уже другой способ обработки складской, и его, коробки, есть смысл выделить в отдельную складскую группу упаковок. У него будут свои дополнительные условия хранения, размещения, поэтому, как бы, есть смысл разделять такие вещи. Ну, и плюс эти все складские группы упаковок тесно связаны с хранением на складе, то есть, с областями хранения области, ну, склад подразделяется еще также на области хранения, то есть, в данной области мы храним, там, допустим, мебель, в данной области мы храним, там, бытовую химию, а в другой, там, мы, допустим, храним, там, коробки с обувью. То есть, разные товары, да, группируются по своему признаку, плюс он группируется по признакам еще и хранения упаковок по разным условиям, и плюс еще, соответственно, нам нужно будет указывать, как эти области хранения обрабатывать, то есть, в какую область, по каким приоритетам размещать товар. Вот, едем дальше. Что касается склада, то есть, именно настройки самой карточки склада, сейчас перейдем в программу, покажу немножко подробнее, я вам, в принципе, презентацию оставлю вот в файлах, да, прикрепленных, вы ее скачаете, она вам, по сути, будет, ну, некая шпаргалка, в какой последовательности можно что завести. Вот, но так вот вы все это найдете в интерфейсе программы и проще ориентироваться, честно говоря, в нем, чем по какому-то плану. Поэтому перейдем пока в программу. Для того, чтобы нам завести новый склад, мы зайдем в разделы администрирования и склады и магазины. Администрирование, склады и магазины. Создадим новый склад, это у нас будет оптовый склад. Назовем его, ну, допустим, основной. Вот, и что нас здесь будет интересовать? Ну, как бы, на основной вкладке мы, в принципе, ничего особо не изменяем. Здесь у нас главное то, что переключатель, это оптовый склад. Можно указать подразделения и все остальные настройки, как бы, складские. Пока мы их трогать не будем, они нам не принципиальны в данном примере сквозном. А главная вкладка, которая нас интересует, это ордерная схема и структура. То есть мы помним, что адресный склад, это у нас по-любому будет ордерный склад. Поэтому мы здесь включаем ордерную схему документа оборота и указываем, что она у нас будет использоваться. Здесь также можно использовать дату, допустим, с какого числа вы переходите на ордерную схему документа оборота. То есть до определенной даты программа работает по одному принципу. После этой даты, соответственно, переходим уже на использование там ордеров. Можно не указывать дату. То есть по умолчанию, без даты, как бы, программа будет понимать, что мы по-любому используем на этом складе уже ордерную схему документа оборота. И при включенных вот этих вот всех флажках у нас вот здесь появляется возможность использовать ячейки в трех вариантах, то есть по умолчанию в двух, если у нас стоит не все галки, соответственно, будет две. Мы можем не использовать ячейское хранение, в принципе, и это будет обычный ордерный склад, но мы не будем указывать, по какому адресу конкретно мы товар размещаем. Можно использовать для справочного размещения номенклатуры, то есть, в принципе, мы будем указывать ячейки, куда мы размещаем товар, но при этом всем не будет производиться жесткий контроль, именно наличие этого товара в ячейке, в разрезе ячеистого хранения. То есть, остатки будут проверяться в целом по помещению, либо по складу, в зависимости от того, используем мы помещение, либо задаем эту настройку в целом для склада. Сейчас, так как у нас не включена галка «Использовать помещение», я указываю, что в данном случае эта настройка действует для всего склада. Но мы потом включим «Использование помещений». Далее. Можно использовать для хранения остатков номенклатуры. Здесь уже идет полноценное хранение, то есть, здесь уже будет вестись учет остатков в разрезах ячейк. То есть, в каждой ячейке можно зайти в свой отчет и посмотреть, что конкретно в этой ячейке хранится, и смотреть ее процент заполняемости и так далее. На данный момент я вот здесь не буду переставлять эту настройку. И рабочие участки тоже у нас пока, так как мы здесь не используем. По умолчанию у нас здесь отключено это поле. Если мы включаем «Использование для хранения остатков номенклатуры», мы можем использовать рабочие участки. Сейчас здесь я пока не трогаю эту настройку. Мы будем использовать помещение. Поэтому, так как мы ставим вот эту галку, у нас сразу вот эти поля блокируются и делается пометка о том, что использование определяется в помещениях. То есть, тут мы переходим немножко на уровень глубже и уже будем задавать именно структуру нашего склада через помещение. То есть, записываем пока наш склад. У нас здесь появляется после записи вот гиперссылка «Складские помещения» сверху. В нее мы, собственно говоря, и заходим. И здесь мы можем создавать нужное количество помещений. То есть, склад у нас один, но у него есть некоторое деление. Ну, например, как я говорила, мы будем задавать три помещения. В одном помещении у нас будет использоваться справочное хранение ячеистое, в другом будет использоваться реальное динамическое хранение. И в одном помещении у нас, в принципе, не будет использоваться ячеистое хранение. Тут уже просто покажу. Вот. Ну, например, назовем наше помещение «Адресное хранение». Ну и в скобках допустим, что это у нас помещение будет использоваться для промтоваров. Склад, к которому относится это помещение, здесь указан. И указываем, используем мы ячейки здесь или нет. Для промтоваров мы будем использовать ячейки для хранения остатков номенклатуры, то есть контролировать остаток непосредственно в ячейках. И плюс еще также рассмотрим использование рабочих участков. Рабочие участки – это способ обработки, то есть это либо автопогрузчик, либо ручная обработка. Здесь мы укажем, что мы будем использовать рабочие участки. Также можно задать ответственного, то есть допустим разделить помещение по ответственным и соответственно задать их должность. Но здесь пока не будем делать этого. Записываем. После того, как у нас записан элемент, мы можем обратить внимание на то, что у нас появляются гиперссылки в зависимости от тех настроек, которые мы выбрали. Мы выбрали, что мы используем рабочие участки. Вот у нас появилась гиперссылка, чтобы углубиться еще больше в данное помещение и указать, какие рабочие участки в этом помещении используются. У нас здесь также появились области хранения и складские ячейки, а также правила размещения товаров. То есть в принципе максимальный весь комплект вот этих вот всех ссылок появляется именно в том случае, если мы используем настройку использовать для хранения остатков номенклатуры ячейки. Пока закроем, создадим следующее помещение. У нас оно будет, допустим, справочное. И укажем, что это у нас будет, ну, например, продукты. То есть мы будем размещать продукты по ячейкам, но при этом указывать их справочно. Не будем контролировать остаток именно в ячейке жестко. Указываем, что мы ячейки используем для справочного размещения номенклатуры. Рабочие участки мы здесь не будем использовать. Мы их уже в прошлом помещении создали, рассмотрели, поэтому здесь пока указываем, что не будем использовать. Вот. Почему-то я сказала, что не будем использовать, а я сама написала использовать. Как видите, рабочие участки указала не использовать. Здесь гиперссылка сразу ушла. Но здесь у нас задается... Ой, я извиняюсь, не тот элемент справочника скорректировала. Это же адресное хранение. Здесь мы так и оставляем. Вот. Рабочие участки в справочном размещении мы не используем, поэтому у нас здесь нет гиперссылки «Рабочие участки». Вот. И плюс еще обращу ваше внимание на то, что так как мы используем для справочного размещения номенклатуры ячейки, у нас здесь нет правил размещения. То есть нам, в принципе, как бы, ну, не нужно автоматически это размещать в какие-то ячейки. Мы можем по факту уже конкретно задавать. Если... Ну, обычно вот такой способ для справочного размещения номенклатуры используется в том случае, если хранение происходит в таком статическом варианте. То есть для каждой номенклатуры закреплена своя одна ячейка. Она, как правило, не меняется. Ну, либо у нее там есть какие-то запасные варианты. Но, в принципе, они вот плюс-минус в одном месте всегда и хранятся. То есть нет такого, что нужно контролировать заполняемость ячейок. Сегодня там положили эту, это можно положить с этим товаром и так далее. Здесь, ну, такой более-менее простой алгоритм размещения. Он интуитивно понятный. И по факту, как бы, кладовщик уже указывает ячейки именно тогда, когда разместил их. Вот. И они, как правило, не меняются. Поэтому здесь, как бы, минимальное количество настроек. По сути, здесь есть только вот такой вот раздел. Это складские ячейки. Мы потом, когда будем генерировать топологию склада, покажу. Пока записываем, закрываем. Два помещения мы создали. У нас есть адресное нормальное хранение и справочное хранение. Ну и создадим уже третий комплект. Это у нас безадресное хранение. Вот. Ну, безадресное, допустим, у нас будет... Ну, где нам не нужно распихивать по ячейкам. Допустим, у нас будут там лежать какие-нибудь хостовары. Ячейки мы здесь не будем использовать. Ну, и рабочие участки, соответственно, у нас тоже не активно. Мы их не используем. Записываем это помещение. Как видим, здесь у нас не появляются разделы, так как мы не используем здесь ячейки. Далее. По основным настройкам склада, как бы, пробежались. Далее я буду показывать, как будут эти настройки. Использоваться уже в процессе именно приемки и отгрузки. Немножко расскажу подробнее. Опять же, оставляю вам в прогалку, да, вот эти складские помещения. Перейдем немножко более подробно в плане нашего самого сложной, да, структуры. Это адресное помещение. То есть, что мы можем там задать. Открываем наше помещение с адресным хранением. Здесь у нас есть раздел складские ячейки. Он у нас заполняется. Ну, можно, конечно, вручную заполнять, но мы это будем делать обработкой. У нас будут области хранения и рабочие участки, правила размещения. Сначала задим самое простое, да, как в рабочие участки. У нас в адресном нашем хранении будет использоваться автопогрузчик, поэтому у нас будет рабочий участок автопогрузчика. Вот здесь можно указать также порядок обработки задания, вот, и указать, что, допустим, ограничивать задание при автоматическом формировании по весу, либо по объему. То есть мы можем задать, сколько, допустим, наш автопогрузчик может поднять веса, да. Можем ограничить его по объему, там, не знаю, ну, допустим. Программа будет контролировать, да, в зависимости от этой настройки, либо один параметр, который уже дошел к какой-то максимального предела, и, соответственно, заводить новый документ задания на размещение, на отбор, либо, соответственно, будут контролировать оба эти параметра, то есть в любом случае, когда какой-то из них дойдет максимального значения, уже начинается новый документ на размещение. Вот, ну, в данном случае, как бы, я не буду пока ограничивать его, я здесь сниму эти галки, запишу этот рабочий участок. И создадим второй рабочий участок. Это у нас будет зона ручной обработки. То есть здесь уже непосредственно обрабатывается кладовщиком. Ну, тоже не будем ограничивать, в принципе, запишем пока так. Зона ручной обработки. Далее мы можем задать области хранения. В настройках областей хранения есть очень много нюансов. Расскажу, в принципе, да, по какому вообще, ну, так как я говорила, да, можно хранить отдельно мебель, можно хранить там отдельно, допустим, хостовары, можно хранить отдельно обувь. Вот, можно области хранения разбивать по принципу упаковок. То есть, допустим, в одной области хранения мы храним только палеты, в другой области хранения мы, допустим, храним только коробки или там только упаковки. В третьей области хранения у нас там, допустим, штучный товар, и в любом случае он будет разупакован, и кладовщику нужно будет подойти и взять товар уже с учетом разупаковки. Ну, можно разбить на эти области хранения. В данном случае, например, мы создадим область хранения палет. У нас будет товар в палетах. И на что стоит обратить внимание? Помещение, соответственно, так как мы в нем находимся, оно здесь проставилось. Здесь можно указать, что ячейки используются в данной области хранения для обособленных товаров. То есть, чтобы эти товары явно не были ни с кем перепутаны. Особенно, если у них нет каких-то определенных признаков, по которым можно отличить, что это именно обособленная закупка была. То есть, конкретно под этот заказ ее нельзя отгрузить кому-то другому. Можно перейти в эту настройку. Она более часто распространена, особенно для динамического хранения ячеистого. Здесь что мы видим? У нас здесь использование ячеек определяется стратегиями отбора и размещения. И вот здесь задаются стратегии сами. То есть, можно соблюдать только строгую монотоварность. И тогда, соответственно, приоритеты размещения у нас не учитываются. Можно учитывать приоритеты размещения. То есть, допустим, у нас программа будет отслеживать, куда она будет размещать. В первую очередь, во вторую, в третью. Наивысший приоритет равен единице. То есть, в первую очередь будет смотреть на ту ячейку, где проставлена единичка. Мы можем проставить, что программа у нас будет сначала размещать именно в монотоварной ячейке. Потом будет размещать, допустим, в смешанные ячейки, где есть еще другой товар, аналогичный. Далее, после того, как заканчиваются смешанные ячейки, у нас будут заполняться свободные ячейки. И, допустим, в последнюю очередь у нас будет задаваться, что товар будет размещаться в ячейке с другим товаром, то есть, который уже не аналогичный. И то же самое, что касается отбора. То есть, здесь точно так же можно задать, что сначала будут отбирать, допустим, из ячейок под остаток, потом из смешанных ячейок, то есть там, где хранится другой товар, чтобы сделать эту ячейку как бы монотоварной. И в последнюю очередь, допустим, у нас будет отбираться уже из монотоварных ячейок. Под остаток имеется в виду, что если есть какое-то определенное количество, то программа будет искать, чтобы его именно конкретно исписать, чтобы освободить ячейку под ноль. Также здесь можно проставить настройки «Не проводить периодическую инвентаризацию в ячейках» или, в принципе, пересчитывать товары там каждое определенное количество дней. Вообще, на самом деле, очень большой плюс именно адресного хранения заключается в том, что не нужно останавливать работу склада на время инвентаризации. То есть, вы можете инвентаризацию проводить непосредственно в каждой ячейке. И чтобы этот процесс упростить, вы можете заблокировать, допустим, ячейку по какой-то причине на время инвентаризации или по причине какой-то поломки, негодности, или просто, в принципе, она больше не используется, выведена из оборота, тогда нужно будет использовать тип ячейки «Архив». То есть, тут уже идет именно разбиение на вот эти вот структуры более мелкие. И, соответственно, более мелко разделяя власту, мы можем контролировать. Вот, здесь мы зададим вот в области хранения палет вот такие вот приоритеты размещения. В принципе, они у нас будут общие, поэтому в следующей области мы зададим точно такие же. Вот, в целом, надеюсь, тут все понятно. Записываем, закрываем. Область хранения палет мы создали. Ну и создадим еще вторую область, допустим, это у нас будет область хранения коробок. Это может быть область хранения упаковок, там, или еще что-то. То есть, вы, в принципе, как бы сами определяете, по какому принципу вы группируете ваш товар, в каких областях хранения он у вас будет храниться. Это все очень индивидуально. Тут, конечно, надо подходить именно с умом. Опять же, да, вот это вот приоритеты размещения. Скажу. И приоритеты отбора. А, еще не рассказала про принцип, как определяется монотоварность ячейки. То есть, монотоварность ячейки может определяться только по номенклатуре, то есть, определенная строгая номенклатура. Можно, более жестко такой настройка, да, идет по номенклатуре и характеристике, либо по номенклатуре, характеристике, плюс еще серии. То есть только вот с таким набором характеристик серии, допустим, товар будет считаться монотоварным, и его нужно будет, соответственно, размещать в отдельные ячейки или совместно с другим товаром в настройках программы. Мы сейчас ставим просто по номенклатуре. Если нам нужно будет, допустим, разделять по номенклатуре характеристики, тогда мы будем переключать на этот переключатель. Но пока оставим так. Область хранения мы задали. То есть у нас есть область, куда мы должны поместить товар, но для того, чтобы его поместить, ну, во-первых, у нас должен быть сам товар заведен, мы его пока еще не заводили в базе, и для этого товара, для его настроек нужно будет указать правила размещения товара. Поэтому сейчас пока перейдем просто к настройкам номенклатуры. Это я пока закрою. Идем в раздел NSE-администрирование, ну и сразу в номенклатуру. В справочнике номенклатура у нас здесь есть переключатель виды и свойства. Да, я заводила здесь папочку специальную демонстрационную. Здесь мы будем заводить наши виды номенклатуры. Виды номенклатуры заводятся вот здесь по кнопочке вид номенклатуры. Вот. И прежде всего, на что мы обращаем внимание, это тип номенклатуры. У нас будет рассматриваться два типа в этом примере. Это товар. И будет рассматриваться еще тара. Группа доступа. Ну, буду везде указывать прочее. Просто это как бы более административный, ну, по администрированию момента. То есть, группа доступа к самим карточкам номенклатуры. Вот. И будем заводить виды номенклатуры. Ну, например, каким товаром у нас будет обладать наша организация. У нас мы будем торговать гидроизоляционными материалами. То есть, это рулонная продукция, которая будет храниться в палетах и в рулонах. Также у нас будет коробочное хранение. То есть, ну, что в коробке у нас будут обуви. И коробки у нас будут, например, с настольными играми. Соответственно, так как это разные товары, у них будут разные наборы упаковок. Разные характеристики. У обуви будет вестись учет по характеристикам. То есть, мы будем вести, допустим, женскую и мужскую обувь в разрезе характеристик. Вот. Также у нас будет учет товара продуктового. То есть, мы заведем вид номенклатуры продукты. И продукты мы будем хранить как раз-таки в помещении, где у нас будет использоваться справочное хранение в ячейках. Вот. А, собственно, игры, коробки обуви и гидроизоляционные материалы мы будем хранить в помещении, где используется адресное ячение уже непосредственно для хранения остатков номенклатуры. И для помещения, которое мы задавали, где у нас не будет вестись учет, в принципе, по ячейкам, мы будем заводить туда товар, вот, хозяйственные принадлежности, допустим, у нас на предприятии будут храниться там какие-то хостовары, какие-то моющие средства. Вот. Ну, чтобы упростить процесс использования этих моющих средств. Вот. Ну, заведем, допустим, первый вид номенклатуры. Гидроизоляционные материалы. Опять же, да, по настройкам, по вот этим всем, все включать не будем, просто немножко пробежимся, некоторые моменты затронем. По использованию характеристики гидроизоляционные материалы у нас не будут использовать, серии тоже, как бы, в этом примере мы не будем рассматривать. Вот. Но на что стоит обращать внимание, как бы, это значение по умолчанию. Ну, допустим, у нас по умолчанию везде проставим, что у нас будет ставка НДС. Вот. И использование упаковок. То есть, как я говорила, для адресного хранения, так как у нас будет гидроизоляционный товар храниться именно вот в помещении с адресным хранением для остатков номенклатуры, у нас обязательно использование упаковок. Использование упаковок может быть не обязательно только в том случае, если товар у нас хранится в единицах измерения килограмм, метры, метры квадратные и метры кубические. То есть, если единицы измерения отличаются от этого набора, да, соответственно, по-любому нужно задавать упаковку. Если мы не зададим упаковку, программа не поймет, каким образом размещать и куда ячейки этот товар. Поэтому мы здесь ставим галочку, что у нас будет использоваться упаковки. Можно задать индивидуальный набор упаковок. Если, допустим, их слишком много и у каждого свои размеры, свои индивидуальные характеристики, тогда есть смысл переключать на индивидуальный набор. Тогда у каждой карточки номенклатуры будет свой набор характеристик. Ну, это немножко, конечно, увеличивает размер базы, но в целом это тоже иногда удобно, потому что если, допустим, вы задаете общий набор, а потом меняете его характеристики, а он уже где-то используется, то, соответственно, это уже грозит последствиями. Поэтому разделяйте, либо вы используете общий набор, и по-любому вы уверены, что только этот общий набор используется везде и больше он меняться не будет, тогда да, задаем его. Если у вас будет индивидуальный набор, тогда переключаете сюда и создаете уже индивидуальный набор непосредственно в карточке самой номенклатуры. Сейчас мы находимся в виде. Ну, допустим, рассмотрим пример, что у нас будет общий набор. Переходим в справочник как раз-таки набора упаковок, который я вам говорила, да, что он находится вот здесь в разделе NSC администрирования, классификатор и номенклатур. Если вам нужно его вдруг найти отдельно, вот он здесь находится. То есть здесь у нас есть какие-то коробки упаковки, да, родственные, электротоваров, упаковки воды, масла, молока или обуви. Ну, мы вот из использованных в демо-базе вот это только используем, упаковки обуви, вот, а все остальное будем задавать уже сами. Поэтому здесь мы сейчас создаем в этом справочнике новый набор упаковок. Это у нас будут упаковки гидроизоляционных материалов. Вот. В структуре упаковки у нас будут использоваться рулоны, поэтому вот здесь вот мы переходим в справочник единиц хранения и проверяем, есть ли у нас здесь, в принципе, рулоны. Ну, здесь у нас нет, поэтому мы здесь подберем из классификатора эту единицу измерения. Можно найти поиском, допустим, по наименованию. Вот. Вот у нас есть в классификаторе единицы измерения такая единица измерения. Мы ее отмечаем, мы ее добавляем. Вот она у нас тут добавилась, мы ее, собственно, и указываем. Ну, и в качестве единицы хранения для отчетов мы ее же тоже и укажем. Вот. Записываем пока наш набор упаковок. Он у нас пустой, по сути, поэтому мы переходим вот сюда вот в раздел упаковки и создаем вот эту вот матрешку упаковок. Матрешка у нас создается от минимальной единицы начиная, то есть сначала мы создаем минимальную. Это в данном случае будет рулон. Указываем, что у нас будет использоваться единица по классификатору рулон. И этот один рулон состоит, ну, как ни странно, из одного рулона. Вот. Далее, какие у нас идут характеристики? У нас здесь указывается, ну, наименование генерируется автоматически, указывается складская группа. Это указывается именно складская группа упаковок. То есть, про что говорили, да, что родственное какое-то хранение упаковок. Мы говорили о том, что у нас палеты и рулоны, в принципе, будут храниться в одних ячейках. У них условия хранения одинаковые, как бы нам разницы нет особо. Разместить, допустим, в ячейку палету или разместить его туда несколько рулонов. Поэтому, как бы, мы их объединим, все вот эти вот упаковки и рулоны и палеты в одну складскую группу и создадим ее новую. Так и назовем. Упаковки. Гидроизоляционных материалов. Можем описать, допустим. Записываем и выбираем. Далее создаем. Так как мы сейчас все-таки записываем рулон, да, мы создаем, допустим, вес одного рулона. Допустим, он будет 5 килограмм. Опять же, типоразмеры. Типоразмеры именно упаковок мы можем посмотреть вот здесь вот. Для чего используется? Ну, в принципе, это автоматическое заполнение идет вот этих вот параметров, которые ниже у нас идут. То есть мы можем задать их по умолчанию и выбирать непосредственно уже сюда, чтобы они тут проставлялись. Либо можем не задавать типоразмеры упаковки для рулона, так как он может, в принципе, меняться, то, в принципе, его не обязательно сюда заводить, но можно учитывать. Это упрощает нам жизнь, если есть какие-то варианты повторения в базе, чтобы каждый раз не заводить. Ну, в данном случае мы, допустим, заведем, что у нас есть рулон, да, какой он может быть высоты. Ну, допустим, он будет у нас один метр в высоту, там, не знаю, 10 сантиметров в ширину и 10 в глубину. Нет, пусть будет один метр в глубину. При нажатии Enter автоматически рассчитывается объем в метрах кубических. Данная упаковка рулона у нас не поставляется в таре, у нас будет палета поставляться в таре, поэтому пока вот здесь вот эту галку поставляется в таре я не ставлю. Записываю нашу вложенную единицу измерения. Вот, и создаю, прямо стоя на ней, следующую, следующий элемент матрешки, это у нас будет палета. Посмотрим, опять же, в наших справочнике единицы измерения. Здесь у нас нет такого, такой единицы измерения, как палета. Если попробовать подобрать ее из классификатора, то здесь ее тоже не будет. Такое тоже бывает, потому что палета, опять же, ну, так получилось, что не международная единица измерения, не занесена в этот справочник, поэтому мы здесь, в принципе, ее создадим просто в этом справочнике сами, так как она нам нужна. Наименование у нас будет сокращенное, допустим, пал, полное наименование палета. Вот, здесь можно указывать тип измеряемой величины, но мы оставим количество штук. Выбираем нашу палету и указываем, с чего состоит одна наша палета. Она у нас будет состоять из 10 упаковок, которые мы заводили из 10 рулонов. Наименование генерируется автоматически, то есть в одной палете 10 рулонов. Вот, и опять же, у нас складская группа выходит, то есть мы для рулонов задавали складскую группу и для палета тоже будем задавать складскую группу номенклатуры. Она нам понадобится потом для задания правил размещения в ячейке. Так как я говорила, палеты у нас размещаются вместе с рулонами по одному принципу, поэтому мы их указываем тоже здесь, эту группу упаковки гидролизационных материалов. Вес брута у нас будет 10 рулонов, каждый рулон был 5 килограмм, поэтому у нас вес будет 50 килограмм. Типоразмер задавать не будем. Здесь у нас 1. Если у нас 10, соответственно, у нас был 1, поэтому здесь вот так вот тоже 1 будет, вот так 1. Палета у нас будет уже поставляться в таре, поэтому здесь мы должны будем задать непосредственно саму тару, то есть карточку номенклатуры. Сейчас придется немножко перескочить, мы опять возвращаемся в справочные номенклатуры и в нашей папке демо создаем новый вид номенклатуры. Это будет тара. Ну, в принципе, мы ее один раз создадим, как бы она у нас будет везде использоваться. Тип вид номенклатуры задаем тара. Значения по умолчанию нам нужны будут, в принципе, только, наверное, вот так вот, единицы хранения. И складская группа. Мы ее тоже сразу здесь создадим. Здесь стоит фильтр, именно потому что тип номенклатуры стоит тара, поэтому вот по типу номенклатуры, вообще у нас складские группы номенклатуры, они же есть. Вы же помните, да, что инси администрирование, классификаторы номенклатуры, складские группы номенклатуры, у нас они тут есть. Но здесь везде тип номенклатуры проставлен товар, а так как мы находимся в номенклатуре, у которой тип тара, поэтому у нас, собственно, вот здесь показывается пустой список, хотя это один и тот же справочник. Если что, не теряйтесь. И указываем, что складская группа номенклатуры с типом Тара. У нас так и будет, в принципе, называться Тара. И мы можем учитывать при размещении вес и объем. Я бы указала только вес. Мы здесь тоже можем, опять же, ограничивать программу, что она будет при размещении учитывать. И вес, и объем, или только вес, или только объем. Записываем нашу складскую группу и указываем ее вот здесь, в карточке самой вида номенклатуры. Записываем. А теперь, так как вид мы создали, создадим непосредственно карточку номенклатуры. Назовем ее Палета. Запишем. И что у нас здесь есть? У нас здесь единица хранения штуки. И так как нам ее все-таки нужно будет размещать на нашем адресном складе, нам нужны ее какие-то весы, габаритные характеристики. Допустим, она у нас будет весить, не знаю, 10 килограмм. По объему, допустим, она у нас будет занимать... Вот так вот. И записываем нашу номенклатуру. Тоже такой момент. Мы, когда в виде номенклатуры задавали, да, настройки значения по умолчанию складскую группу, мы указали Тару. Но если вы обратили внимание, у нас здесь не было галочки упаковки, так как, ну, эта галочка пропадает именно в связи с тем, что тип номенклатуры Тара. То есть в данном случае не будет учитываться упаковки, будет учитываться именно единица хранения штуки, и программа не запросит именно размещение в упаковках, потому что она понимает, что это Тара. Далее. Для чего мы, собственно, создавали эту номенклатуру? Номенклатура, это чтобы указать, что именно вот в этой многооборотной Таре у нас будет поставляться наш Палет. Это такая часть нашего товара. И мы можем здесь указать, что будет предлагать заполнение Тары при заполнении упаковки. То есть 10 рулонов набралось, и, соответственно, предлагаем заполнить эту Палету Тарой. Записываем, закрываем. Здесь мы все задали. Все, наши упаковки мы создали для гидроризационных материалов, рулоны, палеты. И выбираем вот этот набор упаковок для нашей карточки номенклатуры. Для нашего вида номенклатуры, извиняюсь. То есть общий набор упаковок мы задали. В виде номенклатуры мы должны будем задать еще складскую группу, которая будет у нас проставляться по умолчанию. Складская группа у нас еще не создана, поэтому мы ее сейчас создадим. Тип номенклатуры «Товар». У нас будет складская группа «Гидроризационные материалы». Опять же, здесь можно, когда задаете складскую группу номенклатуры, задать такие параметры, как можно хранить в одной ячейке, либо необходимо хранить в разных ячейках. Кому как интересно, соответственно. Допустим, мы по умолчанию будем хранить в разных ячейках, чтобы у нас товар не портился, не прилипал друг к другу, и его было проще отгрузить, так как он довольно-таки объемный. И контролировать размещение мы будем по весу и объему. Записываем, закрываем. Выбираем нашу созданную складскую группу. Опять же, вот этот параметр никогда не должен оставаться пустым для адресного хранения. То есть, этот момент надо контролировать. Первый момент упаковки мы контролируем, второй момент, который мы контролируем, это складская группа. На этом, в принципе, вид номенклатуры мы заканчиваем, поэтому мы его записываем. И остается только создать саму карточку номенклатуры. Поэтому переходим вот сюда, создаем карточку номенклатуры, назовем ее, допустим, стеклоизол. Есть такой материал. Записываем, смотрим его характеристики. Опять же, вот у нас из вида номенклатуры проставилась упаковка, которую мы создавали, наш общий набор. Если посмотреть, вот она наша структура упаковок. У нас здесь задается... Вес и объем будет браться, соответственно, из вот этого набора упаковок. Поэтому здесь, в принципе, нам нет смысла указывать дополнительно его. И на этом, в принципе, мы записываем нашу карточку номенклатуры. Вроде ничего не забыли. Все, записываем, закрываем. Далее. Какие еще у нас были товары? Я говорила, что у нас будут коробки обуви. И у нас будут коробки настольных игр. Создадим отдельные виды номенклатуры для этих позиций. Это тоже будет тип товар. Тоже группа доступа у нас будет пока прочее. Это у нас будут, допустим, обувь. Здесь у нас будет вестись учет по характеристикам. И характеристики у нас будут... Ну, так как мы хотим завести мужскую и женскую обувь. В принципе, она есть у всех... У любой обуви, да, как правило. Поэтому это будет общий для этого вида номенклатуры. Вот. И зададим значение также по умолчанию. Это у нас будут настройки по умолчанию. Во-первых, топ-реквизиты самой характеристики. Сглашаемся с программой записать. Ну и назовем вот это вот подразделение на мужскую и женскую. Допустим, пол. Дополнительные значения. Мужские и женские. Характеристику добавили. Проставим значение по умолчанию. Опять же, будет у нас, допустим, ставка НДС. У нас будут использоваться упаковки, так как это у нас не метры килограммы или квадратные метры кубические. Вот. И упаковки у нас будут использоваться общим набором. Мы используем тот, который у нас есть в демо-базе, который я показывала, да, это упаковки обуви. Автоматически, соответственно, сюда проставилась структура этих упаковок, то есть пары, которые показывала вот здесь, да, то есть вот такая у нас структура упаковок. И что у нас еще нужно проконтролировать помимо упаковок, это складская группа. Складскую группу мы тоже в этот раз используем ту, которая у нас уже есть, то есть вот она, обувь. Если интересно, вот опять же покажу, да, что просто складская обувь, она будет храниться в разных ячейках и будет контролироваться вес и объем. Поэтому вот эту вот складскую группу мы указываем. Записываем наш вид номенклатуры, и стоя на нем мы создаем, собственно, карточку номенклатуры. Создадим карточку, ну, допустим, галоши. Записываем. Опять же у нас вес и объем берется из упаковок, которые мы задавали. И у нас будет список характеристик. Вот здесь он пока пустой, но мы здесь создадим. Характеристики этой номенклатуры мы задали. Они у нас будут общие для вида номенклатуры, то есть если мы создадим еще одну карточку номенклатуры, она уже унаследует вот этот вот список характеристик, и тоже будет видеть, что она бывает женская и мужская обувь. Записываем. Далее будем создавать вид номенклатуры настольной игры. Товар у нас будет тоже в коробках, но тут уже будут другие коробки использоваться. И учет по характеристикам здесь уже вестись не будет. Это у нас будет просто штучный товар. Просто ставим здесь значение по умолчанию. Здесь нужно будет тоже задать упаковки. Но в данном случае у нас будет индивидуальный набор упаковок, то есть у каждой карточки номенклатуры будет свой размер упаковки. Здесь у нас будет единица хранения штуки. И складскую группу на номенклатуры для хранения игр мы создадим отдельную складскую группу, так как товар может быть портящийся, его надо хранить бережно и так далее. Вот у нас будет отдельная складская группа. И можно, в принципе, хранить и в одной ячейке. Записываем, закрываем. Так что я не увидела сейчас. Видимо, не переключила какой-то переключатель. А, ну да, у нас вот эта настройка хранить в одной ячейке, она используется для обособленного обеспечения товаров. Но в данном случае мы не будем рассматривать обособленное обеспечение, немножко чтобы сократить время нашего вебинара, поэтому я вот здесь все-таки размещу их в разных ячейках. Пусть будет так проще. И выберу его здесь. Итак, упаковки заполнили, складскую группу, номенклатур тоже заполнили. Записали наш вид. Ну и создадим какую-нибудь настольную игру. Какая-нибудь популярная. Опять же, у нас тут используются упаковки, да, помним. Но здесь нам нужно задать типоразмеры нашей упаковки. Единицу по классификатору выберем коробка. Если она у нас тут есть, а она у нас тут есть, мы ее и выберем. Одна коробка состоит из одной штуки. Складская группа у нее будет своя. Это у нас уже не упаковки с обувью, это у нас будут коробки. Так, что-то мы подвисаем. Скорее всего, идет переподключение к серверу. М-м-м. Скорее всего, идет переподключение к серверу. 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 Да что ж так долго. Продолжение следует. 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 у нас будут штуки. Коллеги, ну пока, чтобы время не терять, наверное, позадавайте вопросы в чате, пока расскажу, пока переподключаемся. Может быть, что-то стоит рассказать подробнее? Жары техника с бейт. Ну, шутки шутками, на самом деле, так и есть. Очень некоторые клиенты жаловались на то, что очень сильно жара даёт по технике. Правда, у нас, конечно, раньше такого не было, но, видимо, всё бывает первый раз. Так, вернулись вроде бы, надеюсь, больше не будет споить. Так, задаём, значит, вес и объём для наших кукурузных лопьев, да? Ну, допустим, у нас будет такой вот объём. Записываем, закрываем. Продукты мы завели, осталось завести у нас хостовары, да? Которые мы будем размечать на складе, где у нас, в принципе, адресное хранение использоваться не будет. Группа доступа, то же самое, в принципе, и здесь у нас будет, допустим, называться этот вид номенклатуры хостовара. Значение по умолчанию проставим, что это у нас ставка МДС. В принципе, так как это у нас группа, этот вид номенклатуры будет использоваться для хранения товаров, в принципе, без адресного хранения, мы можем не указывать здесь упаковки, складские группы. Вот, в принципе, мы, наверное, так и сделаем, пусть так и будет. И создадим саму номенклатуру. Ну, допустим, будет называться Вот, единицы хранения на штуке. Написываем, закрываем. Вот, наши товары мы завели. И, как я и говорила, у нас на складе нужно, осталось еще прописать, это именно в наших помещениях, какие у нас правила размещения будут для товаров. Заходим в настройки адресного хранения, правила размещения товаров. И создаем здесь. Выбираем, в какую область мы помещаем товар, потом, к какой складской группе этот товар относится, будет ли он вестись в учет в упаковках, либо без упаковок. Ну, и, соответственно, если в упаковках, тогда указываем складскую группу упаковок. В данном случае, значит, мы создадим запись о том, что у нас область хранения палет. Где мы будем хранить палеты? У нас будет размещаться группа номенклатуры гидроизоляционные материалы, они у нас хранятся в палетах. И они у нас будут размещаться в упаковках. И складскую группу упаковки мы задавали для них. Это у нас и рулоны, и палеты объединены в одну группу. Это упаковки гидроизоляционных материалов. Его мы и указываем. То есть, вот эти два параметра, они работают именно в правилах размещения в паре. Группа номенклатуры и группа упаковки. Создаем следующую запись. Значит, для области хранения палет мы записали правила. Поэтому сейчас мы укажем, что для области хранения палет, что мы еще можем размещать туда, да? Мы можем размещать туда тару, в эту же область хранения палет. И мы заводили, собственно говоря, нашу складскую группу тара. Так как вместе с палетами она у нас будет размещаться. И программа понимает, что это у нас учет идет якобы в упаковках. Но при этом мы не заводим, здесь не задаем эту складскую группу упаковок, потому что это тара. Записываем, закрываем, что у нас в область хранения палет будет размещаться еще и тара. Далее. В область хранения коробок мы будем размещать коробки обуви и коробки настольных игр. Поэтому здесь выбираем нашу область хранения. Область хранения коробок. И показываем, да, что мы здесь будем размещать настольные игры в упаковках. И эти упаковки относятся к складской группе упаковки настольных игр. Коробки настольных игр. Это раз. И потом для обуви тоже самое нужно прописать. Область хранения для коробок. Мы в нее будем размещать товар, который относится к складской группе обувь. Он у нас будет в упаковках. И упаковки у нас были заданы в программе. Это были упаковки с обувью. Приоритет размещения. Опять же, как я говорила, да, что это максимальный приоритет единица. Все остальные можно раскладывать по увеличению, то есть по неспоставящей. То есть сначала будет проходить именно размещение в те ячейки, у которых приоритет выше. То есть единица, потом будет двойка, потом уже тройка, четверка. Ну, в данном случае просто не будем акцентировать на это внимание. Сделаем вот всех одинаковый приоритет. У нас, в принципе, как бы здесь вообще разные категории указываются. Далее. Что мы еще будем размещать на нашем адресном складе? Обувь, настольные игры, гидравилизационные материалы. Мы разместили больше. Мы, в принципе, ничего не будем размещать. Но я сказала, что в качестве примера еще укажу, опять же, продукты размещать мы будем. Поэтому вот здесь вот я еще одно правило создам. В область хранения. Ну, не будем создавать отдельную область хранения для наших продуктов. Просто скажем, что, допустим, в область хранения коробок тоже можно разместить продукты. Указываем, что складскую группу номенклатуры продукты мы будем размещать. Но она у нас, ну, одна карточка номенклатуры в килограммах, да. Мы можем ее размещать без упаковок. Поэтому вот здесь вот переставляем переключатель без упаковок. И складскую группу упаковок, соответственно, не указываем. Это мы гречку будем туда размещать. Вот. Вот такие правила размещения товаров мы задали для нашего адресного хранения. Рабочие участки мы заполнили, область хранения заполнили. Осталось заполнить только складские ячейки. Сама, собственно говоря, структура нашего склада. Поэтому сейчас переходим к генерации топологии склада. Это находится в разделе склад и доставка. Генерация топологии склада. Выбираем наш склад. Выбираем помещение, которым мы будем задавать нашу структуру. Выберем, что это у нас будет помещение с адресным хранением. Вот здесь можно задать тип складской ячейки, которую мы будем создавать. Здесь можно выбрать два, да, то есть хранение и архив. Архив — это ячейки, которые уже выбыли по какой-то причине, допустим, из оборота. И в них, в принципе, может храниться товар, но они уже не используются ни для размещения, ни для отбора. То есть по какой-то причине они заблокированы. Но мы будем создавать те, которые используются для хранения. Но если вдруг нам нужно будет перевести, допустим, какие-то ячейки из статуса хранения в статус архив, мы поставим вот эту галочку и выберем, соответственно, архив. И эту обработку прогоним по тем ячейкам, которые нам нужно обновить. В данном случае галку ставить не будем, обновлять существующие, так как мы создаем, в принципе, топологию склада с нуля. Немножко расскажу про топологию склада, чтобы было более понятно, наверное, для склада. Для топологии нам что важно? Ну, это приблизительно зрительно представлять, как выглядит это все. То есть у нас может быть, ну, во-первых, обязательно есть зона приемки и зона отгрузки. Это такие отдельные типы ячеек. То есть это та область, где, в принципе, товар изначально хранится, когда поступает в зону приемки. Он находится в ней до того, как его разместили по ячейкам. И в зону отгрузки он перемещается, когда его отобрали из ячеек, но еще не отгрузили клиенту. И вот такая у нас, ну, пример такой топологии склада. То есть наш склад может разбиваться на секции. То есть в определенной секции хранится несколько позиций. В среде секции используются могут линии, проход между рядами. Ярусы – это этажность, то есть несколько ярусов может быть до потолка. И, соответственно, в каждом секции, в каждом ярусе находится определенная позиция товара. Допустим, может находиться там три позиции. И, соответственно, вот эти вот все структурные единицы мы объединяем в некие зоны хранения. Мы объединяли в зону хранения палет и в зону хранения коробок. Причем у нас зона хранения именно палет будет обрабатываться автопогрузчиком, а зона хранения коробок будет обрабатываться вручную, то есть кладовщиком. Вот так это выглядит как бы в жизни, да, и схематично. И, собственно говоря, как это выглядит в программе. Вот здесь можно задать секции, которые у нас будут использоваться, также линии, стеллажи, ярусы, и задать их параметры, которые у нас будут. То есть это как раз генерация вот этих вот адресов идет, ячейк. Секции, допустим, у нас будет использоваться, ну пусть будет 5 секций, да, допустим, для адресного хранения, для помещения адресного хранения у нас будет секция использоваться в алфавитно-цифровом представлении в латинице. Использоваться будет, ну, допустим, с диапазона от А до С. Вот и сразу что еще можно указать? Вот здесь количество линий, ну, допустим, у нас от 1 до 3 будет везде. В каждой линии у нас будет 3 стеллажа. У каждого стеллажа будет 3 яруса, и, допустим, в каждом ярусе будет 3 позиции. Вот, здесь галочки создавать группы, в принципе, это папки, ну, ячеек для удобства просто перемещения по структуре. Далее, что мы будем создавать? Для каждой ячейки мы будем заводить свой типоразмер. Можно для каждой области отдельно. Это, в принципе, обработка, которая как бы создает какую-то структуру. Вы можете разбить на определенные области сразу, допустим, на этапе первого прогона этой обработкой. Потом, значит, одну область отработали, заполнили, заполняете следующую. Вы задаете уже другие вот здесь вот параметры и так далее. Сейчас я просто создам основной типоразмер ячейки. Я не буду делать прям много типоразмеров, но здесь, в принципе, как бы можно использовать те, которые есть в демо-базе, но они, скорее всего, по размерам для вашего реального склада не подойдут. Поэтому нужно задавать именно такие реальные размеры ячейки. И поэтому здесь мы создадим какой-то тестовый пример. Допустим, стандартная ячейка у нас будет иметь размеры 2 на 2 на 2. В 2 на 2 на 2. Объем просчитывается автоматически. Допустим, здесь можно тоже так же пометить, что это у нас 8 метров кубических. Грузоподъемность у нас пусть будет, допустим, тысяча килограмм. Если, опять же, как я говорила, если вам не нужно контролировать прям жесткое именно заполнение ячейки, вы можете поставить вот здесь вот галочки неограниченные. Тогда, соответственно, программа не будет контролировать именно в плане того, сколько помещается в эту ячейку. Выберем нашу стандартную ячейку в обработку. Выберем рабочий участок. Мы создавали два рабочих участка автопогрузчик. И выберем область хранения, которую мы будем заполнять. Автопогрузчик у нас будет обрабатывать область хранения палет. Поэтому мы ее выберем. И, в принципе, для палет, я думаю, есть смысл выделить больше из наших трех секций А, Б, С. Пусть, допустим, у нас будет А – это ручная зона обработки, а Б, С – это, допустим, область хранения палет. Поэтому вот здесь вот мы поменяем сейчас на Б. То есть, Б, С у нас будет обрабатываться автопогрузчиком. Область хранения – палеты. Здесь также можно проставить, в принципе, наполнение по весу. То есть, допустим, ограничить, чтобы ячейка не забивалась до 100%, а там на 90%, на 60%, в зависимости от того, что за ячейка. И можно проставить уровень доступности. Уровень доступности, опять же, по приоритету 1 считается по логике программы, что уровень доступности 1 – это та ячейка, которая ближе всего к входу, ну или даже к выходу, и которая ниже всех находится по ярусу. То есть, самая дальняя, самая высокая ячейка, она будет иметь более низкий уровень доступности. Чтобы не усложнять, опять же, вот эти настройки пока здесь не буду проставлять. Мы сейчас, получается, задаем структуру для диапазона букв наших секций. В секции Б и С у нас будет работать автопогрузчик и будет обрабатывать область хранения палет. С вот таким типом размеров ячеек. Можно предварительно посмотреть структуру, то есть, как будут выглядеть потом наименования наших ячеек. Можно, собственно, нажать «Создать структуру», и здесь уже создаются сами элементы справочника, складские ячейки, которые относятся к вот этому вот помещению с адресным хранением. Секцию А мы не рассмотрели, мы сейчас ее тоже перезаполним. То есть, Б и С мы обработали, а секцию А не обработали. Поэтому секция А у нас будет, это зона ручной обработки. Это будет область хранения коробок. И вот здесь у нас будет зона ручной обработки, то есть, рабочий участок. Создаем нашу структуру. Тоже, опять же, тип ячейки складского хранения. Перейдем в наш склад. Посмотрим теперь, как у нас поменялась структура наших складских ячеек. Вот здесь вот она появляется, то есть, те папки, про которые я говорила. Иногда удобнее менять режим просмотра, допустим, на список или на дерево. Если переключить на список, то, соответственно, оно будет выглядеть вот так. То есть, в этой папке находятся вот такие три ячейки. И, опять же, здесь у нас раскрывается вся структура, то есть, та область хранения, которую мы задавали, что у нас вот здесь вот в секции А будет область хранения коробок. И если вот сюда вот еще пролистать, то здесь, соответственно, у нас будет прописана еще и зона ручной обработки. То есть, вот она, секция А, это у нас зона ручной обработки. Пробую растянуть, чтобы влезла. Надеюсь, лезет. Ну, а, соответственно, секция Б и секция С, это у нас уже идет зона работы автопогрузчика и область хранения палет. Вот такая вот структура получилась у нашего помещения с адресным хранением. У нас есть еще второе помещение, где мы еще не задавали структуру складских ячеек. Это, соответственно, справочное помещение. В нем мы тоже зададим складские ячейки. Здесь их пока нет. Но так как у нас склад один, мы не можем задать, что у нас там будет, опять же, те же самые А, Б, С секции. Мы зададим, что у нас будут другие секции. Допустим, А, Б, С, допустим, Е и Д. Поэтому вот здесь выбираем другое помещение, справочное. И у нас, так как оно для справочного указания ячеек, здесь пропадают вот эти все настройки по типоразмерам ячеек. Они нам не особо понадобятся, поэтому здесь мы, в принципе, можем указать просто диапазон букв и сгенерировать нашу структуру. Допустим, с секцией Е и Д. Также оставляем по три позиции на каждом параметре и создаем структуру. Переходим в наше помещение. Здесь у нас вот они создались, эти складские ячейки. То есть вот она, секция Е, ниже там, Д и Е. Извиняюсь, в секции Е. Да, секции Е мы создали, поэтому, собственно говоря, он так и создал нам ее, да? Да, и Е, потому что, ну, хорошо, А, ФП будет. Создаем. А, извиняюсь. Если мы сейчас сделаем вот этот отбор, у нас будет секция Е, которую мы уже создали. И он скажет, что ячейки уже созданы, поэтому здесь мы ставим галочку «Обновлять существующие». Проверяем нашу структуру складских ячеек. Вот у нас секция Е, а вот у нас секция Ф. И здесь уже у нас, соответственно, не задаются области хранения, типа размер и рабочие участки. Они у нас не используются для справочного размещения номенклатуры. И в справочном, опять же, размещении номенклатуры у нас отсутствует правило размещения, поэтому, в принципе, задав складские ячейки, мы больше ничего и не задаем. Очень много параметров, конечно, но в целом, как бы, есть смысл потратить на начальную настройку именно вот этих вот NSI, чтобы потом корректно размещать товары по ячейкам. Тут, опять же, как бы вам оставлю шпаргалку, да, то есть какие варианты заполнения генерации топологии склада в разделе «Склад и доставка» «Генерация топологии склада». Вот так выглядят наши ячейки. Мы их просмотрели. Параметры размещения мы все указали. Еще раз обращу ваше внимание на то, чтобы у нас обязательно были в параметрах указаны, в параметрах размещения, в правилах должны быть указаны группа упаковок и группа номенклатуры. И плюс эти же группы упаковок и группы номенклатуры должны быть указаны в самих номенклатурах, иначе программа не поймет, что ее размещать. Про без упаковок размещения рассказала, да, килограмм, метры, кубические, квадратные и просто метры. В принципе, можем переходить к приемке и коду русским. Ура! Значит, ну, сначала простой пример, да, то есть я расскажу сначала про справочное размещение. Оно основывается на регистре сведений, то есть, в принципе, где заносится сведение о справочном размещении. В самой номенклатуре, да, которую мы заводили, мы можем перейти из карточки номенклатуры, вот здесь вот, в регистр размещения номенклатуры по ячейкам справочным. На данный момент он у нас пустой, мы сейчас будем делать приемку и как бы заполним его. Если что, этот же регистр можно, опять же, найти точно так же через группу, ну, склад и доставка в рабочем месте, либо в приемке, либо в отгрузке. Сейчас зададим сначала поступление на склад, создадим финансовый документ, прям непосредственно документ закупки в разделе закупки, документы закупок. Создаем поступление. Это будет приобретение товаров и услуг с видом операции «Закупка у поставщика». Закупка у нас будет происходить, ну, допустим, у поставщика Альфа. На склад указываем наш созданный склад основной. Товары. Подбираем товары. В форме подбора вот здесь вот можно сразу поставить, запрашивать количество и цену. Выбираем, какие товары мы будем приобретать. Так как сейчас мы будем делать приобретение на склад для справочного указания ячеек, для справок мы будем заводить, ну, точнее, делать приобретение продуктов, поэтому выбираем, собственно говоря, вид номенклатуры продукты и выбираем позиции, которые мы будем переносить. Пусть это будет, допустим, 10 килограмм крупы. Там по цене, допустим, 70 рублей. Пусть это будут кукурузные хлопья, допустим, в количестве 10 штук. По цене там 100 рублей, допустим. Переносим в документ. У нас здесь, в принципе, все заполнено, поэтому проверяем оставшиеся реквизиты. Здесь можно проверить, опять же, дополнительные настройки. Проводим наше приобретение и регистрируем счет-фактуру. Номер условный укажу. Вот, приобретение мы сделали. Приобретение у нас идет на склад основной, но у нас в табличной части нигде не указывается, в какую ячейку мы поместим, в какое помещение вот этот вот товар мы будем размещать. Это уже непосредственно регулируется на складе, поэтому мы идем в склады доставка, в рабочее место приемка. И у нас здесь нужно выбрать наш склад. Вот он наш основной склад. И здесь у нас видится, что нашим распоряжением на приемку товаров является приобретение товаров и услуг. Он висит статус «Ожидается приемка». И на основании него складовщик будет создавать ордер. Для того, чтобы создать, нужно нажать на вот эту кнопочку «Создать ордер». И здесь выбирается уже конкретное именно помещение. Либо, допустим, если мы вот это не сохраняем, мы можем выбрать помещение вот здесь. То помещение, в котором именно работает кладовщик. Вообще, по идее, по-хорошему, как бы кладовщик каждый работает в своем помещении, либо переходит из помещения в помещение и здесь переключает. Мы здесь должны выбрать справочное размещение продукты. И, соответственно, создаем ордер. И в данном случае это помещение проставляется уже вот здесь вот в нужном реквизите. Можно проставить исполнителя. Проверяем товары. Здесь фактическое количество, которое принимает кладовщик, может проставить руками. Чтобы не проставлять сейчас руками, мы заполним количество по распоряжению на приобретение, на поставку наших продуктов. То есть все 10 штук мы приняли. Допустим, у нас не было расхождений. Проводим. Закрываем наш приходный ордер на товары. И можем проверить сейчас по отчетам, появился ли у нас товар. Товар. Ведомость по товарам на складах. Мы можем выбрать склад. Проверяем. Но это в целом как бы по складу показывается. То есть вот имеется в конечном остатке у нас 10 того, 10 того. И здесь не указывается, соответственно, ячейк. У нас для того, чтобы просмотреть именно в каких ячейках размещается товар, есть другой отчет. Это размещение товаров в ячейках справочно. Мы можем выбрать опять же склад, по которому мы будем делать отбор. Выбрать помещение, по которому мы можем делать отбор. Опять же выбрать помещение только там, где используется справочное хранение в ячейках. И смотрим, что здесь у нас есть. У нас есть позиции номенклатуры, которые у нас имеются в наличии, но они не размещены по ячейкам. То есть вот они наши ячейки, они все пустые, поэтому здесь мы еще никуда ничего не размещали. Грубо говоря, у нас оно еще в зоне нераспределенной находится. Для того, чтобы разместить наш товар по ячейкам, нужно заполнить вот этот вот самый регистр для размещения справочно. И для этого мы идем обратно в наше рабочее место приемка товаров. И на основании вот этого приходного ордера на товары мы делаем обработкой размещения номенклатуры по ячейкам справочно заполнение вот этого регистра. То есть это не документ, это по сути обработка, которая делает записи в регистре. И здесь мы указываем, в какую ячейку, как правило, она одна и та же, мы будем размещать наш товар. Так как у нас для еды была выделена, если мы помним, мы сами, это кладовщик сам опять же распределяет товар по ячейкам, мы указываем, в какую ячейку мы ее определяем. И можно указать дополнительные ячейки для этого товара. То есть, допустим, если вдруг сюда мы не можем разместить этот товар, мы можем указать, какие дополнительные ячейки мы можем указать в качестве запасного варианта. Давайте сделаем еще раз режим просмотра. Все-таки список. Тут немножко удобнее будет. Ну, любую, допустим, выберем. И для каждой позиции и номенклатуры будут свои, соответственно, дополнительные варианты ячейок. Записываем данное изменение и смотрим, что у нас поменялось. И вот у нас определилось, да, что у нас группа гречневая распределилась вот в эту ячейку, но у нее есть еще дополнительные ячейки, куда, в принципе, можно распределить ее. И у нас есть еще дополнительные ячейки, куда можно, где товар не лежит, но, в принципе, можно его поместить, вот, допустим, вот этот товар, вот в эту ячейку для справочного размещения. И вот, куда мы определили наши кукурузные хлопья, это уже другая ячейка, и у нее есть тоже дополнительные ячейки номенклатуры. Таким образом, как бы мы в самом товаре можем перейти в этот регистр размещения номенклатуры по ячейкам справочно и посмотреть, вот оно есть. Здесь по-любому будет одна только основная ячейка и может быть неограниченное количество дополнительных ячеек. Несколько основных ячеек быть здесь не может. Это что касается именно приемки на помещение с справочным указанием ячейок. То есть, в принципе, ячейки используются, но их заполнение, их грузогабаритность, она, в принципе, не используется, не контролируется никаким образом программой. Все это ложится на кладовщика и, в принципе, такой вариант возможен, допустим, на первое время до внедрения именно адресного хранения полноценного, где программа будет жестко контролировать габариты. Таким образом, приемку на склад в наше помещение мы оформили. Покажу, как делается приемка на склад, именно где полноценное адресное хранение. Тоже сделаем в документах закупки еще один документ. Закупка у поставщика. Пусть у нас будет тот же самый поставщик, тот же самый склад. Но товары мы будем размещать уже другие. Так как это у нас адресный склад, на него мы можем, в принципе, размещать, допустим, гидроизоляционные материалы. Ну, допустим. Так, цена, ну. Так, пусть будет. Так, и те же самые, допустим, настольные игры. Пусть будет 10 штук. Не знаю, по 300 рублей. Та же самая обувь. Выберем, что мы закупили белосы женские. 50 пар, допустим. По цене там 500 рублей. Переносим документ. Проверяем. Вроде у нас все заполнено. Проводим наш документ. И он нас предлагает дополнить многооборотной тары, так как у нас была указана именно продукция, которая поставляется в многооборотной таре. Поэтому надо заполнить цену для этой тары, допустим. Дополнили, что нам нужно для 25 рулонов 2 палеты. Ну и 5 рулонов у нас будет без палеты, да? Второй раз не заполняем. Тоже регистрируем счет фактуру. Номер. Все, приобретение мы сделали. Приобретение у нас, опять же, на основной склад. В табличной части товара у нас, опять же, не указываются ячейки, куда располагаться будет этот товар. Вот. И мы идем обратно в рабочее место приемка. Здесь у нас появилось наше приобретение, но здесь мы его будем уже размещать, эти товары, в адресное хранение, поэтому переключаемся, да? Вот. И создаем ордер. То же самое. Ожидается приемка, точно так же создаем ордер. Ой, я извиняюсь, зона приемки. Забыли один момент. В нашем складе, который мы создавали, да, в нашем помещении адресного хранения, обязательно должна быть зона приемки и зона отгрузки. То есть, помимо складских ячеек, которые мы задали в нашей структуре, вот здесь, здесь еще нужно будет создать зону приемки и зону отгрузки. Иначе без этого мы просто не сможем принять товар. И зону отгрузки. Вот таким образом. Это лишнее закроем. В принципе, приобретение вам тоже не нужно. Так, зона приемки. Так, на основании мы создаем ордер. Вот у нас проставляется зона приемки. То есть, изначально, перед тем, как товар разместить в ячейке, он сначала будет храниться в зоне приемки. Вот они, наши товары. Заполняем количество. Единственные измерения, опять же, контролируются кладовщиком. То есть, сколько чего пришло. Допустим, если у нас пришло 25 рулонов, но они же не могут прийти поштучно, могут прийти в палетах, ну и, соответственно, в зависимости от этого уже будем плясать. То есть, в данном случае мы можем разбить, что у нас 20 рулонов пришло и в виде палет. То есть, это 2 палеты. Вот, и 5 рулонов пришли отдельно. Вот таким образом у нас товар поступил, поэтому мы его проводим, этот приходный ордер. Проверим на всякий случай. Да. Вот он наш приходный ордер, вот он создался, все хорошо. Но теперь этот товар у нас хранится в зоне приемки. Его нужно разместить в ячейке. Что у нас тут? Вот в данной обработке у нас показывает, что что-то не заполнено. То есть, если ничего не подсвечивается, значит, все хорошо. Если что-то не заполнено, нужно проверять, какая проблема возникла с складскими группами упаковки, с складскими группами номенклатур. Проверяем. Коробки с обувью у нас есть. В наших галошах женских наверняка не заданы, скорее всего, единицы измерения. У нас есть коробки с обувью, а есть упаковки с обувью. Складские группы номенклатуры разные, поэтому у нас программа ругается. А мы указывали в правилах размещения в нашем складе. Какие правила размещения? Мы указывали для обуви, значит, что группа упаковок в упаковке с обувью. Так. Вот здесь поменяем, чтобы у нас было все в одном ключе. Так, возвращаемся назад. Программа у нас подсказывает, что мы скорректировали данные, то есть правила размещения заданы для нашей приемки, поэтому как бы все хорошо. Опять же, проверяем структуру единицы измерения в упаковках, то есть какая складская группа упаковок указана у нас в наших структурах единиц измерения. И если она указана, то прописана ли она у нас в правилах. Чтобы создать размещение в ячейке, нужно нажать кнопку создания на размещение. Мы можем здесь выбрать по всей номенклатуре, по конкретно выделенной номенклатуре. Можем с разбиением по рабочим участкам. И, соответственно, так как у нас используется автопогрузчик и ручная обработка, то мы, в принципе, эту настройку и используем, можно назначить исполнителя. Выберем по всей номенклатуре с разбиением по рабочим участкам. И вот смотрим, что у нас создалось два задания на размещение. Одна для рабочего участка автопогрузчика, одна для зоны ручной обработки. Пока она у нас сделана в статусе «Подготовлено», но здесь смотрим, что получается. У нас есть секция «Б», то есть мы размещали наши гидроизоляционные материалы в зоне автопогрузчика. Это «Б» и «С». Вот он их размещает. И здесь статус нашего отбора может быть в работе, то есть в процессе, либо выполнено без ошибок. Если все, что программа нам порекомендовала, нас устраивает, и в эти же ячейки мы разместили, тогда мы выбираем статус «Выполнено без ошибок». Если вдруг выполнено с ошибками, тогда здесь, соответственно, идет уже некое расхождение в данных, то есть в данном случае, что размещено, допустим, не два, размещено там один, и куда этот один-другой размещен, мы будем добавлять уже здесь вручную, допустим, строки. Пока здесь я укажу, что выполнено без ошибок, чтобы сделать нашу приемку на склад. И второе тоже заявление. Вот отсюда оно ушло, потому что у нас здесь стоит фильтр «Показать не выполнен», и я переключу на все, чтобы было видно, что оно у нас выполнено без ошибок. И второй отбор размещения в ячейке мы тоже проверяем. У нас здесь есть секция А, то есть коробочное хранение, зона ручной обработки. Как раз-таки наши галоши сюда и размещаются вместе с коробками и с настольными играми. Тоже выбираем, что оно у нас выполнено без ошибок, и размещаем. Размещение вот здесь в ячейке очистилось, потому что больше нам товар размещать не нужно. И все у нас размещения выполнены без ошибок. Поэтому, так как товар мы разместили в ячейке, мы можем возвращаться в рабочее место приемка, проверить, что у нас здесь все хорошо, и в целом на этом, наверное, приемка заканчивается. Остается только проверить отчеты, то есть действительно ли у нас товар находится в ячейках. Для того, чтобы посмотреть, у нас есть такой отчет «Размещение товаров на адресном складе». То есть в данном случае он же у нас размещается не справочно, поэтому мы указываем наш склад для адресного хранения. И смотрим, что у нас здесь есть. Вот у нас разместился. Склад основной, помещение, адресное хранение. Можем, в принципе, разбить и по рабочим участкам, если надо. Ну, в общем, такой отчет получается. Здесь, опять же, можно просмотреть, какой полезный объем в области хранения занят, какое место занято и какое свободно. Ну и грузоподъемность точно так же, по таким же параметрам. Далее у нас есть еще другой отчет для размещения по ячейкам для контроля. Это движение товаров на адресных складах. Мы тоже его посмотрим. Адрес конкретный задавать не будем, хотя можно, опять же, задать и по конкретной ячейке. Мы должны сформировать, наверное, все-таки с отбором по складам, по нашему складу, потому что здесь в программе заведены другие. Поэтому мы его выбираем, наш склад. Вот это удалим. И посмотрим, где у нас что лежит. Вот у нас есть. То есть в каких ячейках, в каких зонах приемки и отгрузки участвовали наши товары. Видно, что в зону приемки у нас был приход, и из зоны приемки произошел расход, допустим, этого товара. И переместился из зоны приемки товар вот в эту ячейку. Вот такое движение получилось товара в рамках двух ячейок. Также можно перейти, допустим, в каждую ячейку. И здесь в каждой ячейке этого склада, этого помещения, есть такой отчет к товару в ячейке. То есть что конкретно находится именно в этой ячейке. Мы можем сформировать, уже идет с отбором. И смотрите. Этот отчет пока закрываем. Приемку товаров на адресный склад мы сделали. Теперь, в принципе, мы можем продавать. А, мы еще не сделали приемку на обычный безадресный склад. Давайте сделаем уже, чтобы закончить этап приемки. Тоже будет закупка у поставщика. Тоже это будет контрагент Альфа. У нас склад основной. Ну, закупать в этот раз мы будем уже номенклатуру. Моющие средства. Хостовары. Там, не знаю, пусть тоже в количестве 10 штук. По 300 рублей, допустим. Переносим. Проводим. Регистрируем счет фактуру. И смотрим, что у нас отражается в рабочем месте на приемку. Вот оно, наше приобретение. Здесь мы его будем уже располагать в помещении, где у нас не используется адресное хранение. И, в принципе, как видите, у нас пропали вот эти вот вкладки, да, где приемка и где размещение идет в ячейке, так как у нас не будет уже размещения в ячейке, поэтому здесь просто нужно будет сделать только ордер. Он у нас, в принципе, весь, считай, заполненный. Остается только заполнить количество, ну, по факту. Вот. И проводим наш ордер. В принципе, на этом приемка товаров на склад, где не используется ячейка сохранения, закончена. Перейдем к этапу отгрузки. Раз мы все уже, в принципе, приняли, мы можем отгрузить. Делаем документ продажи. Сначала рассмотрим также со справочным указанием ячейк. Допустим, у нас будет контрагент Ассоль. Пусть это будет вот такое соглашение. Со склада основной. Продавать мы будем, допустим, гречку. В количестве, допустим, 5 килограмм. И 5 штук. Вид цены поменяем пока на произвольную, но чтобы не задавать нам отдельным документам установку цен. Допустим, будет вот так. Допустим, вот так. Смотрим обязательные реквизиты, чтобы были заполнены. Делаем, допустим, продаж торгового направления. Вариант оформления и реализации товаров. Проводим нашу реализацию. Так. И что мы дальше видим? Переходим. А, у нас здесь такой момент, да. Так как здесь в демо-базе используется статус и реализация товаров и услуг, поэтому у нас сейчас вот эта реализация не появится в рабочем месте по отгрузке, потому что у нее статус не тот. Если мы зайдем в него и выберем наш склад основной, вот, то здесь мы ничего не увидим. Даже если вот здесь очистим, да, то все равно ничего не увидим. Вот, поэтому возвращаемся в наш документ. Сделаем здесь статус, что оно реализовано. То есть действительно является документом. Документ реализации является основанием для того, чтобы отгрузить товар со склада. И вот он здесь появляется. Появляется в статусе «Ожидается отбор». То есть мы должны сделать сначала здесь ордер. Опять же, можно выбрать по всем распоряжениям, либо по выделенным распоряжениям, и по всем помещениям, либо по одному помещению. Как мы хотим? Мы хотим отгружать с помещения, так как мы продаем еду, да, продукты, мы будем отгружать с помещения, с справочным указанием адресным, да, и, соответственно, мы его же и выбираем, и создаем. Вот он наш получился расходный ордер. Проверяем, что в нем заполнилось. Вот они наши товары. Товары по распоряжениям, то есть вот оно, наше распоряжение реализации. Здесь, в принципе, ничего такого особо нет, на что стоит обратить внимание. Единственное, что статус постоянно мы меняем, потому что расходный ордер это у нас сам становится распоряжением для отбора из ячеек нашего товара, поэтому здесь уже проходит по ветке статусов. Ставим, что это распоряжение у нас к отбору, вот, и переходим, собственно говоря, к самой созданию отбора непосредственно. Переходим в отбор. И он нам сигнализирует о том, что на складе основной справочной продукты не используется адресное хранение остатков. То есть мы не можем здесь делать фактический отбор. Он здесь указывается так, как бы шапочно, грубо говоря. Здесь мы можем распечатать из этого расходного ордера, что задание на отбор товаров непосредственно, с которым у нас кладовщик идет и отбирает товары. И вот здесь показываются наши ячейки, из которых нужно отобрать этот товар. Соответственно, либо из основной ячейки, либо, если, допустим, товара там нет, из дополнительной ячейки кладовщик его отбирает. И после того, как он обработал его по факту, тогда мы просто ставим статус к отгрузке, либо отгружен. И, в принципе, на этом происходит, заканчивается отгрузка в случае справочного хранения по ячейкам. Проверим по нашему отчету склад и доставка отчеты по складу размещение товаров в ячейках справочно. Что у нас тут? Смотрим, что у нас из ячейки отобралось 5 штук, осталось 5. И из второй ячейки, соответственно, тоже отобралось 5 штук, а осталось 5. То есть движение по ячейкам произошло. По факту действительно указывается то, что для справочного указания. То есть сам документ непосредственно отбора кладовщик в данном случае не делает. А делает этот документ он в случае именно полноценного адресного хранения. То есть если мы сейчас сделаем реализацию и будем отгружать товар с помещения с адресным полноценным хранением, то тут уже нужно будет делать отбор. Делаем документ реализации. Создаем. Пусть будет клиент тот же самый. Пусть будет соглашение то же самое. Так как это у нас обязательные реквизиты не заполнить, мы их не можем. Ну, в общем, пусть будут. Так. Мы на них не будем сейчас заостряться. Подбираем товары, которые мы будем отгружать непосредственно с помещения с адресным хранением. То есть, допустим, гидролизационные материалы выберем. Так, не запрашивает он у нас количество. Да, давайте поставим, чтобы он запрашивал количество и цену. У нас в наличии 25. Допустим, мы 15 хотим рулонов отгрузить. Допустим, мы хотим отгрузить, там, не знаю, ну, те же самые 5 штук. И, допустим, мы хотим еще обувь тоже отгрузить, там, женских. В наличии у нас 50, и там 30 мы отгрузим. Переносим в документ. Первую строчку удалю. Вот, 15 рулонов. По цене, ну, допустим, вот так вот. Проверяем заполнение реквизитов. Подразделение у нас тоже отдел продаж в другом направлении. Проводим нашу реализацию и дополняем тары. В данном случае, так как у нас было 15 рулонов, нам требуется одна палета, поэтому ее мы тоже укажем. Допустим, по цене, там, 120. Проводим. Тару раз не дополняем. Вот она, наша реализация появилась. Опять же, переводим статус реализована, чтобы она у нас появилась в качестве распоряжения на отгрузку. И идем обратно в рабочее место «Отгрузка товаров со склада». Вот она появилась. Создаем ордер. Так, а мы находимся не в том помещении. Выбираем наше нужное помещение. Появляются наши складки, да, отбор из ячеек. То есть, тут там нужно будет сделать уже непосредственно отбор. Создаем ордер. Вот она у нас создается статус «Подготовлено». И проверяем, что у нас здесь. Допустим, 15 рулонов мы хотим отгрузить, ну, прямо вот как есть, 15 рулонов. К отбору. И теперь нам нужно идти в отбор из ячеек. Здесь у нас формируется наш расходный ордер как задание на отбор. И состояние появляется к формированию заданий. То есть, здесь мы уже будем формировать задание на отбор. Создаем. Тоже такой момент, да, вот здесь вот, если висит статус «К подпитке», да, требуется подпитка. Это значит, что нужно произвести разупаковку. То есть, грубо говоря, это нужно вытащить из ячейки товар в палетах, разупаковать его и положить туда обратно товар в рулонах. Это в случае, если вот здесь вот будет статус «Требуется подпитка». В данном случае у нас статус к формированию заданий. То есть, в принципе, у нас все есть. Мы можем сделать задание на отбор. Далее. По всем распоряжениям будем делать и с разбиением по рабочим участкам. И опять же у нас происходит разбиение, да, зданий на зону рабочего участка автопогрузчика и на зону ручной обработки. Допустим, у нас, в принципе, здесь ничего не произошло, да, выполнено без ошибок. Мы просто проводим этот отбор. Вот. А во второй, во втором нашем задании на отбор и размещение, допустим, здесь что-то пошло не так. Мы могли бы там, допустим, заблокировать эту ячейку. И тогда для этого понадобилось бы указать, что выполнено с ошибками, что-то отобрано, что-то недоотобрано по какой-то причине. И на основании этого документа мы тогда бы уже установили документ «Установка блокировок ячейк». То есть, почему эта ячейка заблокирована, мы указываем именно отдельным документом. В данном случае, ну, как бы, отгрузку произведем без ошибок. Проводим, закрываем. И мы отработали наше задание на отбор из ячеек. То есть, у нас товар переместился из ячеек в зону отгрузки. Остается только его отгрузить. То есть, поменять статус нашего расходного ордера. Отгружен. Первоначально, после проверки, кладовщик обычно ставит статус «Отгрузки» и потом ставит статус «Отгружен». Таким образом произошла у нас отгрузка товаров именно с полноценного адресного хранения. Можно продемонстрировать еще отгрузку по помещению, где нету, в принципе, ячейк. Но я думаю, там все и так все знают. Это просто делается обычная реализация и просто делается расходный ордер. Здесь уже не будет производиться отбор по ячейкам, так как там у нас ячейки просто не используются. Вот. Ну, я не буду тогда этот пример показывать. Здесь ничего нового нет. Вернемся пока в нашу презентацию. Что мы еще не осветили. По приемке товаров мы прошлись. По отгрузке, в принципе, тоже прошлись. То есть, как бы тут никаких дополнительных каких-то комментариев у меня нет. Если у вас есть вопросы сейчас по приемке, по отгрузке, может быть, по складским группам или по заданию каких-то настроек, пишите сейчас в чат. Вот. Я пока поставлю вот этот слайдик по нашим сертифицированным курсам 1С. В общем, жду ваши вопросы. Пока на этом все. Сейчас пройдемся по вопросам. Будем завершать. Потому что вебинар получился очень длинный. Вот. Ну, я надеюсь, все было понятно. Для адресного хранения обязательно использовать ордерную схему. То есть, без ордерной схемы адресное хранение невозможно. Ну, это, в принципе, и логично. Ну, как бы логика программы такая, что здесь идет разделение документов финансовых и разделение складских документов. То есть, ну, менеджер не может, допустим, тут же выписывать документы продажи и бежать тут же их на складе отгружать. То есть, этим занимаются разные люди. Это, соответственно, разная зона ответственности. Разные пользователи в базе, как правило, вот, со своими уровнями доступа к карточкам номенклатуры, группы доступа, которые мы задавали. И тут уже, соответственно, происходит разделение потоков. Поэтому, да, ордерная схема при адресном хранении, она обязательна. Так, еще какие-то вопросы есть. Я вот пока в чате не вижу. Жду вопросов. Пока вернусь в базу, пока задают вопросы, еще такой момент покажу, да, что вот иногда происходит путаница с расходными ордерами. То есть, допустим, если вы вдруг отгрузили товар, вот, а потом подумали, что вам нужно его отменить, вот, происходит, соответственно, такая ситуация, что нужно, ну, по статусам вот этим вот расходного ордера пройтись в обратном порядке. То есть, мы изначально делаем поступление, да, делаем расходный ордер, потом на основании расходного ордера статус ставим к отбору, потом делаем отбор. Соответственно, отбор ставим выполнено без ошибок. Ну, и по логике вещей, ну, как бы нужно просто сделать все в обратном порядке, да, чтобы отменить эту цепочку. То есть поставить в отборе товаров, просто поставить, что он подготовлен, отменить его проведение и сделать в обратном порядке. То есть статус к отбору тоже подготовлено в расходном ордере. И вроде бы все хорошо, но программа вам этого не даст сделать на самом деле. Когда вот таким образом происходит обратная цепочка отгрузки, она блокирует сама себя по сути. То есть так как у нас расходный ордер является распоряжением для отбора из ячейки, мы не можем просто так его взять и отменить. У нас на расходном ордере очень важную вещь играют вот здесь вот эти статусы, то есть действия, которые указаны в табличной части. Если вам нужно отменить цепочку, вы должны отменять ее вместе с вот этими действиями. Иначе у вас расходный ордер будет ссылаться на отбор, а отбор будет ссылаться на расходный ордер. Вот такая вот история, как бы очень часто встречается в пользователях, кто начинает внедрять это адресное хранение. Учитывайте, если что. Потому что опять же происходит контроль товара, и программа будет проверять наличие товара, отгруженного товара, именно конкретное количество, что сколько отгружает и сколько было выдано распоряжением на отгрузку. То есть они отгрузили ли мы больше, чем на самом деле надо было. Или не отобрали мы из ячейки больше, чем надо было. На практике эти ротации в штуках, рулетах, упаковках и так далее часто приводят к ошибкам в ведении учета. По началу опять же, ну все мы естественно учились понемногу как-нибудь. Да, бывают ошибки ведения учета, если не заданы, некорректно заданы допустим структуры упаковок. Если структура упаковок задана, количество ее весогабаритной характеристики заданы, то там проблем не будет. Вот, ну опять же это на этапе создания NSC стоит контролировать именно все параметры, которые вы задаете. В принципе, если вы понимаете вот эту вот структуру упаковок, да, то есть вот эту матрешку, которую мы задавали, да, штуки, которые упакуются в упаковке, упаковки группируются и сообразуют в себя палету. Там особых сложностей не будет. Главное, чтобы, ну вот эта вот структура вложенности сохранялась и обязательно были заданы складки и вот эти вот группы упаковок. То есть, если вы понимаете, что вы с чем храните, а что вы с чем не храните, то сложности не возникнет. Вы должны просто, ну какие-то образы у себя в голове держать о том, какой товар вы можете с кем хранить и, соответственно, куда его размещать или откуда его отбирать. Основная сложность, в принципе, возникает именно с вот этой вот группировкой по логическому признаку. Вы не показали задание на сборку. Задание на сборку, в принципе, аналогичное. То есть, вы делаете, ну, то есть, у вас если есть заказ на сборку, либо, соответственно, сама сборка, документ, сейчас покажу, то он у вас становится, соответственно, распоряжением на то, чтобы отгрузить товар. Но в данном случае я как бы полностью не буду показывать, да, потому что сборка, она подразумевает собой заведение комплектующих в карточке номенклатуры. Что конкретно мы списываем, какие комплектующие и что мы принимаем в качестве приемки на склад в виде готового товара, да, который мы собрали из этих комплектующих. То есть, тут уже используется, ну, два рабочих места, да. Да, вы сначала в рабочем месте отгрузка, это задание на сборку используете вот здесь вот в качестве распоряжения на отгрузку товаров, точно так же делаете расходный ордер, точно так же его переводите в статус к отбору, отбираете комплектующие из тех ячей, которые у вас есть, вот, и в дальнейшем потом проводите по статусам, что отгрузка прошла, и в приемку уже ставите именно, ну, у вас тоже самое идет распоряжение на сборку, так как это, ну, или заказ, или непосредственно сама сборка документ, вот, он становится распоряжением на приемку товара, то есть, в данном случае принимается уже не комплектующий, а тот товар, который вы собрали из него. В карточке номенклатуры, ну, просто вот здесь это все заводится, здесь опять же как бы не покажу, да, сейчас у нас не заданы вот эти вот параметры, но у нас здесь есть варианты комплектации, то есть, вы можете задать, что, допустим, вот этот товар собирается из вот такого товара, да, то есть, указываете там какую-то номенклатуру, указываете там, что из чего собирается, в каком процентном соотношении, в каком количестве, какая доля стоимости и так далее, ну, и указываете это в качестве наименования варианта, что, допустим, вот такой товар мы получаем, сколько товара мы получаем из собранных вот этих вот комплектующих, ну, и, соответственно, и он проставляется уже в заказе на сборку, либо в самом документе сборки, если вы, допустим, заказами не пользуетесь. Принцип с комплектующими точно такой же, как и с обычной номенклатурой. Так. В штуках пользователи точно не наделают ошибок. Ну, знаете, тоже как бы такое двоякое мнение, потому что штуки штукам рознь, я говорила, опять же, про то, что есть штуки в виде единиц измерения, да, вот, а есть штуки в виде упаковок, то есть у нас есть вид номенклатуры, да, продукты, в котором есть единицы измерения, но тут мы их не задавали, да, если указывают в обычном виде номенклатуре штуки, но они не упаковками, и упаковки не заданы штуками, то вы их не разместите в адресном складе, вот, но зато можно использовать такие штуки, соответственно, в обычном, допустим, в справочном размещении, либо в безадресном. И когда задают, допустим, вот такую вот историю, делают упаковки, делают индивидуальный набор, и делают вот здесь вот единицу хранения штуки, и понеслось с каждой карточки своя штука, и потом найди штуки, которые из них использовались, да, их там миллион с половиной, они раздувают базу, поэтому на этапе штук тоже можно, на самом деле, очень хорошо накосячить, но в целом иногда это проще, да, чем использовать упаковки. Ну, опять же, упаковка, она состоит из каких-то минимальных единиц вложенных, да, и, соответственно, потом растет, растет. Вы можете использовать просто минимальную единицу, назвать ее упаковкой и использовать точно так же. Вот, это что касается учета в штуках. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!